на этот наш эфир продолжает программа эфима фиштейна похищение европы здравствуйте фильм я думаю что европу также как и америку по-прежнему поглощает вот это пандемия у нас со статистикой какие-то странные вещи происходят в преддверии выборов все средства массовой информации говорят о том что уже больше 200 тысяч умерло уже там 400 умрет к концу года и вокруг этого строится предвыборная кампания cdc недавно выпустила репорт в котором говорится что лишь 6 процентов от этих смертей действительно умерли от ковида в общем в общем ситуация какая-то непонятная то есть у меня есть предчувствие что это больше политика чем наука и чем медицина что происходит европе совершенно верно описали картину к сожалению не только в соединенных штатах но и в европе с той разницей что здесь вокруг этих цифр нет такой напряженной политической борьбы хотя разумеется например великобритании распространение эпидемии приписывается прежде всего премьер-министру борису джонсон а якобы он своим своими колебаниями и недостатком решительности в начале пандемии и является виновным виновным в том что что ковид не был остановлен в самом начале а распространился в обществе но это я повторяю политические игры они закончатся в тот момент когда пойдет на спад эпидемия а у джонсона в принципе еще 4 года впереди так что он может переждать эту эпидемию я слушал вашу рекламу и завидовал приглашению в какой-то погребок винный или кабачок на хорошую выпивку и закуску почему я завидовал потому что например здесь в чехии я живу и откуда сейчас обращаюсь к вам с завтрашнего дня закрываются все рестораны кабаки и вообще распитие алкогольных напитков запрещается разве что их можно купить в супермаркете и распивать дома в одиночку так вот что я хочу сказать отношение к ковиду и к его перипетиям оно разумеется общее почти для всего цивилизованного мира и у меня закрадывается подозрение что оно общее потому что и болезнь ковид-19 распространяется усиливается или слабеет синхронно для всего мира видимо с точки зрения вируса который смотрит на нас откуда-то сверху или снизу но в любом случае не на нашем уровне видимо для него эти границы между государствами и принимаемые меры предосторожности или ограничительные или даже репрессивные меры кажутся несколько смешными потому что если в Британии и он распространяется примерно по одной синусоиде значит есть там какая-то другая закономерность чем та в которую нам предлагают верить наши правительства они предлагают нам верить в то что если мы хорошо огородимся ну вы знаете что границы закрыты по всей Европе сейчас полностью закрыты составлены карты с такими смешными они называются смешными цветами вся Европа практически находится в области красного в крайнем случае зеленого цвета мало желтого где как бы эпидемии никакой нет то есть проезд из одной страны страны в другую крайне затруднен для этого приходится сразу садиться на карантин что не каждому приятно там отправиться куда-нибудь в Италию скажем покататься на лыжах и при этом 10 дней или сколько сейчас в Италии не знаю эти сроки меняются быстро просидеть в карантине так вот буквально на днях бельгийская ассоциация медицинская выпустила нечто вроде декларации скажем так в котором объясняла бессмысленность этих репрессивных мер и она объясняла это не просто на моделях поведения вируса в разных при разных заболеваниях вирусных похожих скажем не известно что SARS он и входит в название 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 COVID-19 SARS очень близкий тип заболеваемости от вируса подобного и другие так вот они не только приводят биологические физиологические моменты реакции организма возможности заражения капельно-воздушный путь или путем передачи там как говорится из рук в руки касаниями и прочее все это там излагается исключительно подробно но приводятся и примеры государства в зависимости от того какие меры там принимались и оказалось что смертность о которой вы говорите Сергей она практически не отличается в тех странах где приняты самые жесткие меры репрессивные ну то типа того которое я сейчас назвал закрытие границ закрытие ресторанов предприятий и прочее прочее сокращение возможности общения так называемого социального общения людей в Чехии приняты группы сейчас в 6 человек максимально можете себе представить какие усилия надо предлагать для того чтобы чтобы собрать компанию из 6 человек не более закрыты театры закрыты музеи закрыты спортивные ареалы стадионы и прочее прочее то есть между странами с такими вот репрессивными мерами а то что я описал это отнюдь не здешняя специфика так поступают все соседние страны Германия, Австрия и прочее и смертностью в тех а в Европе их всего два государствах это Исландия и Швеция шведский эксперимент самый известный для всей Европы где таких ограничительных мер не было где охрана населения была крайне специализирована и локализирована охране подвергались подвергались или на нее имели право скорее только учреждения для очень пожилых людей для стариков, пенсионеров и прочее такие учреждения могли рассчитывать на дополнительную специальную охрану остальные остальная экономика не была закрыта не было произведено так называемого локдауна разница между подходом скажем в Израиле где полный локдаун сейчас в это время когда мы с вами говорим в эфире и той же Швеции где никогда никакого локдауна не было экономика не останавливалась ничего практически не закрывалось кроме моральной апелляции к населению чтобы они сохраняли социальную дистанцию носили маски о которых тоже можно особо сказать что их польза очень сомнительна потому что я помню времена когда в начале марта этого года всемирная организация здравоохранения рекомендовала маски не носить ибо они якобы вредны для заболевших приводился очень убедительный пример вы же не сморкаетесь засморканный платок носовой вы же понимаете что тем самым вы повышаете бремя вирусное на человека вы снова этот вирус получаете ну точно так же и маски и маски известно что с тех пор и всемирная организация здравоохранения радикально поменяла взгляды да и для правительств было удобней было удобней такие меры населению внушить во всяком случае навязать так вот как вы думаете можете с трех заходов гадать что получилось с этой декларацией кстати ее подписал она была составлена врачами ее подписало 300 тысяч европейских врачей она была замолчена ни в одном средстве массовой информации это можно было только найти на ютьюбе или на каких-то социальных сетях не было ссылки или пересказа содержания интересного документа если кто-то думает что это вот костная Европа так поступила то он глубоко заблуждается пример который нашим моим американским слушателям гораздо ближе это декларация которая получил название в самиздатской прессе мне приходится пользоваться этим словом из далекого прошлого декларация называется Great Barrington Declaration эту декларацию из Great Barrington подписали самые именитые эпидемиологи не просто врачи не просто биологи Америки это Мартин Кулдорф из медицинского факультета Гарвардского университета это Сунетра Гупта из Оксфордского университета и Джей Батахария из Стэнфордского университета я перечислил три самых уважаемых университета Америки речь идет только об их медицинских факультетах и о крупнейших специалистах они эту декларацию написали она очень похожа она буквально вызывает подозрение что бельгийские врачи ее списали она очень похожа по своим аргументам аргументы предельно убедительны убедительных не бывает ведь это же крупнейшие специалисты и что же ну что же вы думаете да произошло с этой декларацией которую кстати подписало тоже 200 тысяч по всему миру только специалистов только не экспертов а специалистов я сейчас объясню разницу так вот наш милейший гугл забанил эту декларацию объявив ее не читабельно невозможно ее публик не публиковать не публикуемой скажем скажем так он ее не поставил в свои выпуски гугл объяснил это тем что это нарушает правильное течение мыслей правильную позицию медицинской комьюнити всех этих сообщества специалистов и поэтому она не заслуживает того чтобы зрители читатели чтобы ее могли прочитать и свое собственное мнение выработать на этом фоне представляете себе они забанили декларацию самых видных врачей специалистов планет потому что я повторяю 200 тысяч уже подписало специалистов в том числе из моих чешских знакомых специалистов она в глазах выглядит неправильно и тут мы возвращаемся к серьезнейшей теме нашей современности мы говорим о праве человека иметь собственный ход мысли делать собственное умозаключение это сейчас прогрессивной общественностью отвергается на каком основании раньше запрещалось подобный ход мысли подобное заключение они отвергались на основании того что их делают якобы не эксперт не специалисты в этой области не эпидемиолог тут надо отдельно сказать с небольшим отступлением что эксперт это не ученые и в этом огромная разница то что вам долдонят то что вам в голову наливают промывая мозги черепную коробку это мнение экспертов разница между ученым и экспертом существенная ученый всегда не удовлетворен состоянии своей дисциплины своей науки поэтому ученые получают Нобелевскую премию не за то что они хорошо выучили на факультете замечательно выучили материал и могут его пересказать а за то что они считают состояние своей науки недостаточно его нужно преодолеть выйдя за его ограничивающие рамки и вот только преодолевая постулаты своей науки ученый становится настоящим ученым может быть и гением эксперты это те которые обрекли Джордана Бруно на сожжение на костре а ученый это он который был недоволен тогдашней космогонией того мира так вот нам доказывают что эксперты знают лучше чем мы они не знают они может быть знают лучше они заучили материал они могут этот материал пересказать но они не довольны своим умением пересказать что-то что считается нормой а выйти за эту норму дать новый взгляд они не способны здесь не обязательно быть эпидемиологом но даже если вы являетесь таковым как я привел пример трех крупнейших американских эпидемиологов этого недостаточно потому что их мнение не укладывается в русло общепринятых представлений о том что является прогрессивным а что прогрессивным не является как говорил Маяковский а может быть это не Маяковский крошка сын к отцу пришел и спросила кроха что такое хорошо и что такое плохо это называется аксиология это наука если хотите или учение о том что признано правильным и хорошим какая мораль и этика считается правильной и хорошей а какая нет так вот мне на глаза попалось сейчас это из другой области но имеет отношение к этому совершенно прямое высказывание демократа из демократической партии видного по имени киф олдерман он сказал что мы добьемся того чтобы исключить консервативных идиотов может быть вы лучше переведите слово маготс маготс написано из общества не дать им вход а кстати судью Бенетову мы вообще посадим в тюрьму он сказал she should be prosecuted and removed from our society она должна быть удалена из нашего общества почему почему такая решительная не приз не приз да просто потому что в обществе воцарилась неправильная аксиология неправильное представление о том что является хорошим что такое хорошо а что такое плохо воцарилось представление что только прогрессивное является хорошим а то что не является прогрессивным само по себе плохо и не достойно кстати попадание на глаза другим не достойно печатного или другого распространения на непрогрессивных людей и мыслителей не распространяется вторая поправка о свободе слова их логика проста свобода слова разумеется но какого слова не всякого же есть же слова которые совсем не хороши и не соответствуют нашему представлению о гуманизме там ненависть это все те хейтерс это все те кто не разделяет представление демократической партии о мире будущем там все кто проявляет недостаточную любовь к детям к жукам к паукам к правильному к правильной погоде или неправильной погоде о чем это все говорит и что это значит это значит что нас человеков лишают права даже на плохое на натуральное естественное наше чувство среди которых ведь может оказаться и ненависть она же не дьяволом нам подкинута она выработалась и гнев и мстительность и другие может быть не слишком замечательное с точки зрения прогресса чувства но они наши чувства и нам их запрещают иметь из нас хотят сделать правильных людей правильных в их понимании которые будут любить ближнего особенно если он удален в черт не знает где находится любить его больше чем себя и своих и свою родню и своих близких и своих детей и другие прогрессивные мысли и чувствования должны заместить у нас эти неправильные а мы должны быть их лишены потому что будущее вполне прогрессивно они знают каким должен выглядеть человек в этом будущем какими должны быть человеческие взаимоотношения или твердят что знают те кто меня слушают понимают в этом значительную долю видят совершенно неискоренимой иронии и сарказма в их адрес потому что это не более и не менее чем тот самый тоталитаризм который всегда добивался сделать человека лучше чем он есть и правильнее чем он есть нацисты создавая сверхчеловека который будет и ростом выше и чувствуем посильнее и вообще замечательным по сравнению с недочеловеками коммунисты которые хотели из нас создать строителя коммунизма человек строитель коммунизма это весь идеал кстати и он тоже очень хорош и он тоже лишен морально отрицательных качеств каких-то вот что с чем мы имеем дело мы нормальные люди отягощенные и хорошими и нейтральными и не слишком хорошими чувствами которые делают из нас нормальных людей они хотят сделать из нас правильного сверхчеловека или строителя коммунизма что впрочем одно и то же вот смысл той цензуры которая имеет отношение ко всему и которая проявляется в самых неожиданных местах она проявляется в том что не дают сказать точку зрения ученым или просто мыслителям в отношении это заболевание этого но и в отношении всех других проблем как каким должно быть общество американское европейское они уже знают это а мы отказываемся это знать спасибо ефим давайте мы наверное сделаем небольшой перерыв после чего вернемся продолжим и если у наших радиослушателей будут вопросы мы обязательно примем звонки давайте возвращаемся в программу эфима фиштейна похищение европы знаете что с по поводу вот того что ученые слушать ученых не слушать ученых вы знаете вот эта мулька с глобальным потеплением когда либералы выступают и говорят что это уже так сказать в камни вырублено ученые все ученые единогласно пришли к выводу что глобальное потепление это результат деятельности человека и действительно возникает вопрос ну почему тысячи ученых утверждают совершенно обратно что касается ковида врачи которые непосредственно практикуют работают в госпиталях выпускали видео делали пресс-конференции у белого дома делали пресс-конференции к сожалению соцсети удаляют это видео дескать это может повредить нанести вред здоровью граждан поэтому мы это удаляем но ведь это же мнение врачей это же мнение специалистов и если они разделяются значит чем-то же они обосновывают свое свое мнение какие-то доводы они приводят нет это все должно быть заглушено потому что еще раз говорю во всей этой истории по моему больше политики нежели нежели здравоохранение нежели болезни нежели пути решения этих проблем давайте попробуем принять звонок что-то не получилось да добрый день здравствуйте а я с вами совершенно согласна но единственное что я так думаю и у меня соседка есть медсестра и вот она сказала что в нерсингхомах она в нерсингхоме работает а умирают больше не от вируса а от того что людей лишают семей ну встречи с семьей сначала карантина и до сих пор людям не дают возможности ну пациентам не дают возможности видеть семью в некоторых нерсингхомах разрешается видеть через стекло там внизу допустим первый этаж значит через стекло они сколько там пять минут посмотрели друг на друга и вот это вот все общение так что я думаю что страны которые устроили вот этот вот карантин имеют намного большую смертность чем те которые не устраивали у меня вот вопрос какой политики придерживается Швейцария потому что я так знаю Швейцарии правит действительно народ там в основном все решения принимаются референдумами вот как там дела спасибо большое в целом вы правы на сто процентов то есть говоря что отсутствие общения с родными близкими может навредить здоровью гораздо больше чем заболевание само это доказано существуют статистики особенно специализированных каких-то учреждения типа психиатрических учреждений больниц и исследовательских центров которые доказывают что карантин или система разных карантинов больше более или менее строгих она вызывает целый ряд других психиатрических психических расстройств их можно пересчитывать это и депрессии склонности к самоубийству и прочее и прочее короче говоря это есть и подсчитать и сравнить чего здесь больше а чего меньше что здесь более или менее вредоносно не так просто как кажется но почему правительство это делает поставьте себя на их место правительство выказывают какую-то деятельность которая ожидается от правительства что бы это было за правительство если бы оно сказало простите но мы не знаем ведите себя как вам мыслится наши специалисты говорят один одно а другой прямо противоположное это таких правительств в мире нет правительство должно как бы показать симулировать или сымитировать какую-то деятельность и она приказывает они правительство приказывают здесь носите маски здесь вы их можете снять до абсурда полного например в европе зайдя в трактиры там где они еще открыты здесь уже закрылись я повторяю с завтрашнего дня но там где они открыты вы должны войти в маски в этой но поедая еду или попивая пивку вы должны снять эту маску иначе же невозможно и так получается что например школьникам это подсчитано здесь приходилось двенадцать раз за часы школы за эти восемь часов что они проводят в школе двенадцать раз надевать и снимать маску сидишь на уроке надевай выйдешь на перемену снимай сидишь возвращаешься снова надевай в туалет вышел снова снимай и так далее то есть просто какая-то белиберда получалась на всякий случай эти школы сейчас просто закрыли на какое-то время так вот это имитация деятельности и разумеется это относится к глобальному потеплению о котором говорил Сергей два ученые три взгляда на вещь как говорится двое ученых три взгляда на вещь но дело же не в этом а в том что какой-то из этих взглядов в данном случае на болезнь приходится считать официальным он принимается как официальный и тогда все другие взгляды не соответствующие и ему становятся диссидентскими и даже может быть антиобщественными вот так приходится разделять так что я с вами могу вполне согласиться что касается Швейцарии ваше идеалистическое представление у меня вызывает улыбку разумеется там какие-то существенные вещи решается референдум что исключительно дорогая исключительно не точная форма общественного самоуправления вспоминаю как министр иностранной Белошвейцарии будучи здесь призывал только не идите по пути референдумом это крайне дорого и ничего не решает в самом крайнем случае это вам дает мнение превалирующей части общественность то есть какого-то временного большинства на проблему на очень короткий отрезок времени а через 10 лет снова дорогостоящий референдум по той же проблеме удлинять отпуск или сокращать его впускать столько мигрантов или чуть меньше последний референдум прекращать сообщение с европейским союзом или не прекращать победила точка зрения не прекращать но дело не в этом что касается болезни швейцария точь-в-точь повторяет те же ту же самую кривую ту же синусоиду как все другие окружающие страны имеете ввиду швецию или швейцарию нет у меня был задан вопрос по швейцарии может быть швейцарии где референдарная система управления швеция нет в швеции в швеции число заболевших вот опять же смотрите какая получается ловушка число заболевших в швеции было больше сейчас оно пошло на спад число умерших меньше а что важнее нам заболеваемость какая-то которая может пройти вполне и проходит у подавляющего большинства здесь в чехии например 50 процентов почти в точности 50 процентов заболевших уже вылечились остальные еще в больнице так вот что что важнее здешние европейские особенно социализирующие чтобы не сказать социалистическое государство с удовольствием повторяет что соединенные штаты по заболеваемости на первом месте это как понять в соединенных штатах конечно больше заболевших чем на острове на уре но на острове на уре два человека один из них заболел а в соединенных штатах население чуть побольше и дальше важно ли это количество заболевших и не и не не имеет ли это какое-то какого-то положительного наоборот значения ну например они поболели и выздоровели у них появилась видимо какой-то иммунитет хотя ничего не знаем в точности но можно можно во всяком случае представить что получился иммунитет не важнее ли показатель смертности среди заболевших вы абсолютно правы и что касается иммунитета разве не на иммунитет рассчитана вакцинация на самом деле разве вакцина не вызывает легкую форму заболеваемости с тем чтобы образовались антитела которые которые укрепляют иммунитет против того или иного вируса то есть наверно все речи о том что вот будет сейчас вакцина это просто недопонимание вакцина это можно переболеть в легкой форме даже без симптомной формы можно переболеть и это то же самое что принять вакцин ничего другого нет не содержится в понятии вакцинация чем прививка той же болезни того же вируса в легкой форме в надежде на иммунитет другой вопрос то что еще до сих пор непонятно вырабатывается ли вообще эти антитела и возникает ли иммунитет так вот в Америке смертность я сейчас вот сейчас у меня нет перед собой этих данных но я помню что смертность по всем Соединенным Штатам держится на уровне 2-2,5% от общего количества заболевших в Европе она в разы выше в той же Бельгии и Франции где было довольно много довольно большая заболеваемость в разы там самые низкие по Европе где-то порядка 6 но может быть в отдельных совсем затерявшихся странах там на Балканах 4 2,5% это очень низкий процент смертности Ефим давайте попробуем принять звонок потом вернемся к этой теме добрый день слушаем вас добрый день спасибо за вашу передачу большое очень интересно особенно слышать с Европы как там происходит но все-таки ваше мнение как мнение в Европе когда сменится правительство Америки которое произойдет уже в январе прекратят ли они демократы я имею ввиду в этот вирус потому что видно что это все политический процесс что в Европе считаю смотрят ли они на Америку что когда скажут дадут отмашку хватит и кончится это в Европе вот хотелось бы это выслушать то что иначе кажется что это не кончится никогда спасибо заранее за ваш ответ спасибо и вам за звонок и за хорошее отношение передачи совсем не так просто обычно у людей вызывает часто это раздражение негативную реакцию не согласие и прочее прочее что я хочу сказать в Америке средства массовой информации практически все занимаются пропагандистской работой в пользу демократической партии так получилось сейчас во первых очень многие страны Европы сами имеют какие-то социалистические или им симпатизирующие правительства так получилось опять же даже там как как в Германии где у власти все еще находится хотя и коалиционная но возглавляемая христианскими демократами правительства эти христианские демократы или христианские социалы там две партии они так сдвинулись налево в этом спектре что говорить о них как о правых партиях уже почти невозможно они разумеется за частную собственность но они уже по всем многим другим позициям сдали все позиции социалистов и поэтому они отнимают избирателей у социалистов честно говоря избиратель уже все равно он видит что эти правые делают то же самое что левые так что почему бы их и не избрать так вот Европа разумеется в этих американских выборах все цело на стороне демократов и так выглядит ее пресса редкие исключения есть они есть во всех странах и всюду это как в Америке 90 процентов прессы демократической их где-то 5 или там 7 может быть даже 10 прессы какой-то консервативной и лучше назвать наверное консервативной что касается ковида и болезни то вспомните вот вы слышали от демократов от Байдена скажем или его компании вы слышали тысячу упреков что неправильно сделал Трамп и можно с этими упреками согласиться не соглашаться спорить не спорить приводить свои аргументы как он пытался приостановить воздушное сообщение с Китаем а тот же Байден сказал ему что это ксенофобия и что Китай ни при чем и так далее но все это относится к его отношению к его позициям по вопросу об эпидемии критикуют ее другие поддерживают и так далее но слышали ли вы что-нибудь о собственной позиции демократов в отношении этой эпидемии как они бы ее преодолевали закрыли бы страну скорее всего так как это делают их единомышленники то есть закрыли полностью закрыли бы ее полностью значит предприятия бы стояли люди бы не работали и говорить о семи или восьми процентах безработных что это запредельно высоко что такого ни один президент еще не сделал было бы смешно без работы были бы сто процентов американцев потому что никто бы не работал практически то есть этого Европа разумеется не договаривает эту мысль она не проговаривает до конца она на стороне и по отношению к своим точно так же она не говорит тех кто противники своих скажем правоориентированных правительств вроде британского они не говорят что бы они делали и как они собираются вот допустим байден будет 20 января приведен к присяге лучше упустить себя за язык ну допустим что он другого сделает кроме карантина кроме локдауна есть какие то может он скажет что что солнечный свет сияет по другому других же вариантов нет все варианты которые врачи рекомендовали они использованы они так или иначе в ходу других вариантов нет есть только силовые варианты то есть посадить всех там пересажать по карантинам и так далее а силовые варианты к медицине сами понимаете большого отношения не имеют вот в чем пикантность ситуации мы слышим упреки в адрес одной политики но никогда мы не слышим аргументов в пользу другой альтернативной никогда я сам их не слышал хотя ежедневно занимаюсь чтением американских газет так вот вот так распределяется вот так превращается эпидемия политическую борьбу и политическое оружие говорится кирпич булыжник оружие пролетариата ковид оружие демократической партии да ну вот даже если исходить из официальных данных из официального доклада который публиковал cdc где говорится о том что шесть процентов фактически умерли непосредственно от ковид получается что из двухсот тысяч это двенадцать тысяч человек умерло всего на триста двадцать пять на триста тридцать миллионов населения то есть даже те цифры то есть они опубликовали медиа об этом молчит данные которые медиа приводит в разных справочниках в разных статьях называются совершенно другие все время говорится двести там двести с чем-то тысяч человек умерло когда начинаешь попытаться так сказать вглубь посмотреть что же происходило огромное количество людей которые умерли скажем в нью-йорке что значительно увеличивало число погибших выясняется что они умерли в нерсингхоме в результате исполнительного распоряжения подписанного губернатором кума которого ланч бакет байден пророчит в генеральные прокуроры значит оно подписано распоряжение и больных людей которые у которых установили диагноз что человек заражен ковидом их отправляли назад в нерсингхоме где нет ни условий для лечения и так далее и так далее люди там умирали в госпиталях попадали в госпитале попадали люди которые которым ставили возможный диагноз ковид быстренько ставили на вентилятор в среднем на каждого тратилось по 75 тысяч в госпитале и людей просто этими вентиляторами убивали то есть если разобраться посмотреть что же происходило и откуда такое число больных сейчас ведь смертность как вы справедливо заметили очень низкая почему да потому что сделали кое-какие выводы и на пресс-конференции глава здравоохранения нашего штата и задали вопрос а как вы считаете вот человек который там скажем попал на мотоцикле разбился и вы и у него при этом обнаружили ковид куда вы его в какую графу вы его записываете мы его записываем в графу умерших от ковида то есть правильно сергей я хочу просто обратить ваше внимание на одну на одно уточнение сейчас в европе нигде не пишут умер от ковида а пишут умер с ковидом то есть он умер при этом будучи ковидным зараженным а чего он умер это совершенно от набора самых разных заболеваний которые предшествовали вы знаете прекрасно что и и и Джордж Флойд святой похороненный в золотом гробу он умер а записали умер от ковида тогда какое же отношение имеют полицейские к его смерти он был больным больным при этом ковидным есть еще более яркие примеры человек лежит там скажем в нерсингхоме несколько месяцев в состоянии овощи в возрасте 95 лет и у него обнаружили вирус умер у него обнаружили вирус ковида и причиной смерти пишется ковид в общем еще раз говорю в этом в этом вопросе на мой взгляд больше политики чем чего-либо если бы это не было годом выборов если бы не был в белом доме всеми ненавидимый всем ли всем прогрессив всей прогрессивной общественностью ненавидимый президент я думаю что и цифры были бы другие и прошла бы эта эпидемия как обычная эпидемия гриппа может быть с какими-то изменениями потому что все-таки что-то новое появилось какое-то оно непонятное было вначале не знали как лечить и так далее что касается количество растущее количество число зараженных очевидно действительно ходит по земле достаточно много людей которые носят в себе этот вирус которые уже переболели уже есть какие-то антитела или там тиселс которые помогают иммунитету а с ростом числа тестов это число множится число так сказать зараженных ковидом множится но от этого не умножается число умерших потому что сообщается вот там восемьдесят девять лет человек умер при этом правда у него было еще четырнадцать заболеваний довольно тяжелых но умер от ковида и если умирает какой-то молодой человек это становится достоянием гласности все средства массовой информации об этом несколько дней толдычат вот смерть приходит или сейчас кто-то один там в неваде по-моему человек который переболел выздоровел и сейчас повторно заразился все вот это теперь будет муссироваться об этом будет рассказываться опять нагнетаться страх а при этом кандидаты от демократической партии в президенты и вице-президенты на каждой встрече на каждом ралли где присутствует примерно пять-шесть человек но по всем каналам это показывает и они бесконечно толдычат о том что все двести тысяч умерли если бы это был не трамп а если бы это был я они бы не умерли и вообще как только вы за меня проголосуете все будет в порядке о программе так сказать что бы ты сделал и он начинает перечислять вещи которые трамп сделал с самого начала мало того которые он критик критиковал критиковал трампа в самом начале и сейчас байден перечисляет вещи какие бы он сделал и это все то что трамп уже сделал тем не менее сми это разносят это показывают и в неокрепших умах либералов это все оседает 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 и так сказать мыслить out of bucks они не в состоянии сравнить цифры посмотреть на статистику на реальные вещи нет а кто-то просто ищет экскюз потому что испытывает личную ненависть к президенту как будто он лично нагадил в щи этому человеку да сергей давайте попробуем принять звонок у нас еще есть пару минут времени пожалуйста добрый день добрый а вот вы сказали что это самое когда коронавирус это то 2 и 2 процента по соединенным штатам статистика а когда было все нормально какая какая была статистика если такая была или еще выше так это все демократы как я раньше знал что это они вытворяют вместе с Китаем статистика вы абсолютно правы примерно такая и есть нет существует статистика смертности до эпидемии статистика смертности после а главное важно ведь статистика не просто смертности а смертности от этого заболевания то есть это берется число умерших от общего числа заболевших и получается довольно точный показатель повторяю по этому показателю вся Европа впереди не какие-то отдельные штаты государства а практически вся Европа впереди то есть Америке удалось добиться меньшей смертности это видимо результат каких-то действий а что касается Китая так вот вам последний пример выступила по телевидению по Fox News ведь китаянка из Вуханя прямо работавшая в этой лаборатории имени китайского я сейчас разумеется вам не скажу но вы ее могли видеть по телевидению тоже она прямо заявила что китайцы работали над этой болезнью над этим вирусом довели его до какого-то совершенства и вирус искусственный многие так и считают ну и что сделали китаянки да ее просто затюкали и не дали места абсолютно после того как она выступила на шоу Такера Карлсона на нее обрушился гнев прогрессивной общественности все хотя уж кто больше она живой свидетель прямо чуть ли не автор один из авторов у них есть эксперт тоже и обвинили в том что она лжет чтобы помочь Трампу вот так а на этом основании ведь можно закрыть любую науку на этом основании можно заявить что земля плоская совершенно верно Ефим к сожалению времени больше не осталось спасибо огромное и до встречи в следующий раз Ну а то